Сегодня будет тяжелая атлетика, силовой экстрим против РМ-Росли. Когда сказал, не переживай, я начал переживать. Можно я тебе скажу, сынок, не ломай, пожалуйста. Вот так вот. Я надеюсь, так не будет, а будет жесткая борьба, ребята. Как это с Каги? На антигероем его не назовешь, потому что он именно очень, наоборот, даже супергерой. Плюс герой, положительный молодой человек, невероятной внешности, невероятной физической силы. Тот, кто минуснул меня и блуда, ну, шатал нас немножко, чисто по травмочкам, смотрит хищно на меня. О, боже, смотрит хищно просто, взгляд пронзающий. Вот, и сегодня, сегодня будет необычный матч. Сегодня будет тяжелая атлетика, сегодня будет силовой экстрим против РМ-Росли. Ну, Аким бы поднабрал, если мы знаем. Ну, если вы еще не поняли, сегодня будет матч Михаил Коклеев против Акима. Сразу, голосуйте внизу, ставьте ставки. Кто? Who will win? Михаил Викторович! Конечно же, Миша. Михаил Викторович, вы, если не в курсе, что мы... Синяк только появился, сейчас еще что-то появится. И, ой, просто... Мы с Михаилом Викторовичем сейчас весим одинаково. 140, да? 138. Ну, практически. Ну, сейчас я поел, съел килограмм. Ну, с учетом, ну, вы понимаете. То есть, блин, ну, это получается, если брать относительно роста, то ты, как бы, если масштабироваться, то ты тяжелее. Тяжелее, да. Ну, да, ну, да, соответственно, ну, если... Соотношение роста к весу. Соотношение роста к весу, да, я тяжелее сейчас, чем на перелыгре. Как у тебя с Амрестингом? Я помню, что были... Да у меня Амрестинг в конце концов, вот, медиальная часть трицепса завершила свою карьеру в 2013 году. В 1997 году я с пацанчиком на сборах готовились на юниорский мир по тяжелой атлетике. И он парень, Краснов Стас, 76-й весовой категории, говорит, Миша, давай поборемся. И я говорю, да давай. Сели он, о! Я такой, чего? Иди сюда. Он, о! Иди сюда. И у меня что-то раз в локте щелкся. И потом, короче, бурсит. Вот здесь, да? Да, да, вот в этом месте, да. И в итоге она у меня там обезболивающая. Вот с 97-го года что-то там где-то приболит чуть-чуть, там еще что-то там съешь, переешь, перетерпишь. И она, в конце концов, накопилась, эта травма. И в 2013 году упражнение Fingles, такие 5-метровые пальцы от 300 до 340. Я раздел переворачивал их, кантовал и оторвался у меня трицепсы высокие, ничего не восстановилось и в конце концов пришлось завязать. С силовым экстримом сижу в атлетике, осталась становая тяга, ну и в итоге все. А рука другая? Ну другая более-менее, ну трицепс только у аббитцев здесь отрогнут. Еще есть хуйня, на нем никто не будет бороться. Ну, блядь, почему, почему? Запикаешь, ладно, только запикай. Не, у нас все мощно по-джентльменски. Потому что этот парень может оторвать нас всех. У него старт мощный. Такой? Вот, а кинь, Гитаров Максим Алексеевич, а кинь. А руки-то видно, работящие. По рукам, руки прячь. Сделал такой образ, что и ладошки тоже прячь, там какие-нибудь перчатки накинь там или еще чего-нибудь. Это как полицейский под прикрытием приходит, а погону забыл снять. Приходит в братву, можно в бригаду к вам, нет? Товарищ полковник, погону забыл снять, так и ты, своими руками. Ну, я попробую только чуть-чуть. Ну, чисто, знаешь, это там даже не надо прям супер до подушки, знаешь, мы без стартов. Он знает как, у него нет задачи. И у нас Вася будет стоять, если у тебя какое-то возникнет сложное положение, он тебя обязательно просто остановит и вернет. То есть в этом плане даже не переживай. Когда сказал, не переживай, я начал переживать. У меня на свежую получается Акимбова проходить, но это на свежую. Ну, я попробую, но я еще раз говорю, без фанатизма. Опять, конечно, готов. Да, в принципе, я всегда готов к полить у меня помоями в комментариях. Тот, кто бросает вызов и не стесняется попробовать себя в другом виде спорта, это всегда респект. Как ты думаешь вообще по шансам? Именно какие? Ну, Миша против получается Максу. Ну, я считаю, без шансов. Потому что если Максу включится по полной программе, начиная со старта, ну, как бы уже мы все проигрываем, даже Кирилл. Если вот по чесноку фигачить, по всем правилам, то у Макса уже старт настолько ебейший, пока он стартанет, и все, и ты такой, а что произошло? Это раз. Во-вторых, по выносливости, может быть, даже если Миша там всем весом приложится, еще что-то, ну, два-три раза можно сделать. А дальше уже начнется работа на силовую выносливость, на выносливость, и Макс, он такой, здрасте, а я тут это, могу кое-что еще, и бам-бам-бам, и начнется. Знаете, еще прикол омресклеров, профессиональных омресклеров, я вот вам расскажу, когда они берут твою руку, и они уже читают, где у тебя слабое место. Рыб читают, если ничего. Типа они в голове читают рыбчик, и еще такие, ага, вот ты здесь, вот в этом угле будешь сейчас такой, типа, ну, щелкунчик такой, знаешь, типа. И все, и как бы, я за Макса, потому что, ну, он профессионал, на самом деле. Ты че скажешь? Полностью согласен с Закупой. Серьезно? Да. У меня через 20 дней мир, поэтому я в лучшем ходе. Почти. Что за самому вообще, Макс? Интересно? Да. Данное противостояние? Да, я смотрел за Кокляевым, следил. С малых лет, да? Да. Миша сильный был, я помню, мы с ним в Любер поехали, мы на прямом грифе, он взял, 100 килограмм чисто три раза закинул. У него были сильные руки очень. А есть такой человек, с кем ты еще хотел побороться, но нет возможности на данный момент? Ларри Вилсон его. Ларри Вилсон? Ларри Вилсон. Ларри Вилсон. Ларри Вилсон. Ларри Вилсон. А че, ты думаешь, против него есть шансы? Против него будет интересненько прям. Ты думаешь, побороться его? Да. Сначала на него, а потом на шкулбай. Как в космос меня готовят. У меня такое ощущение, что сейчас начали бороться, такие, боремся, боремся. Из него вылазит такой, знаешь, какой там ловец снов. Помнишь, такой червяк здоровый? Жирает и все, все закончилось. Конец кино. Это тактический ход был типа? Чуть поднапугать? Это хотя бы что-то сделать сегодня хорошее. Точно так же вот сюда теперь. О! Привет! Давно не виделись. Блин, посмотри кобра, блядь. Посмотри, молодой пацан, блядь. Ну что это такое вообще? Что это такое? Вы, блядь, старого, блядь, мудите. Ну, это же Миша, блядь, как Ляев. Он просто может быть такой, знаешь, не будет в полной силы. Мне кажется, потому что у него скоро бой, скорее всего. Молодого пожалеет. Много травм. Вот. Поэтому я думаю, что товарищ Акимбо, он одержит победу сегодня. В сегодняшней битве. Миша просто не будет, я думаю, сильно там что-то делать. Вот он скажет, ну и все, спасибо большое, блядь, замучили вы меня и уйдет. Пока не случилось, напишите ваше мнение. Посмотрим на вашу интуицию. 140 килограмм против 75. Обращаю ваше внимание, то что плечи должны быть параллельно. И захват всегда должен смотреть на грудь. То есть вот это положение. Если чуть-чуть будет разворот, то я, соответственно, буду останавливать, чтобы не было травмоопасного положения. Там кисточка ровная, все хорошо. Капец, он уже кисть у меня победил. Он уже кисть победил у меня. Как он это делает? Вы пристрелочный или сразу же бой? Стрелочный, прострелочный. Да, делаем, работаем не на существо. Плавненько начинаем, поехали. Да ладно. Да ладно. Ты прикалываешься что ли? Давай. Да ладно мы. Да? Есть силушка? Есть силушка, еще какая. Сколько годков, 17. Сынок. Молодые свястки, да? Можете я скажу, сынок, не ломай, пожалуйста. Достаточно. Сынок, еще третьего ребенка хочу родить. Ты сейчас на сколько процентов давил? 30. Ну, что могу сказать? Нет. Я думал, у 18-летних у нас сильных мало осталось. То есть примеров никаких нет. На самом деле, вот есть. Кто у тебя кумир? Черкассов. Я думал, Ларат. Не знаю почему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Михаил, я вам каждый раз так страдаю. Добро пожаловать. Нет, хорош. Да ну ты что, тут сразу же все связки там. Ты что? Мощно, конечно. Мощно. Ну, 80. 80% сейчас было? 80-90. Ну, нифига себе. Лички параллельные. Реди, го! Он издевается подо мной. Он шатнул блуду, меня шатнул. Братское сердце. Я, честно, я рад за нашу молодежь. Мал да удал. Я просто хочу, чтобы он тоже себя вписал в историю российского спорта и не только российского, но и мирового. Поэтому желаем ему удачи. Левая пока не способна. А правая, я же сейчас упражнение вот это делаю. Хочу посмотреть, пускай он мне скажет. По сравнению с тем, что было, сколько стало. То есть получается у тебя плюс 5 килограмм, да, массив? Да. Да ладно, в смысле? Ну, хороший. Это еще пик формы, да? Ты не заметил, что он набрал? Он очень хорошо набрал. Пальцы получается раскрыться. Мне Вася когда-то объяснял. Сегодня? Ну, на днях, да. На днях объяснял, что по-разному, когда тебя проходит, там, ну, фишечки, как пальцы раскрывать. Выключить смогу я ему плеч лучше его или нет? Реди, гоу! Господи! Давай, сейчас. Давайте еще разочек. Реди, гоу! Она у меня поддерживает, что я набрал. Я поднабрал. А, не набрал. Умы сюда. Вот это движение, получше в этом движении стало? Намного. Еще раз. Что нужно делать, чтобы не стало? Спецификация. У меня есть специальная ручка, мне Вася подарил. Там так вот накручивается две лямки. И вот от блока вот это. Причем у меня правая рука сильнее гораздо. То есть, если я правый там делаю 40 и 50 бывает, то левый я там 30-40 больше не могу. Какие еще соперники у нас? Что интересно вам увидеть в рестлинге? Какие схватки, какие противостояния? Очень приятно нагрузился. Самое главное, у человека есть голова. Да, там Миша Горишев молодой. Молодой-молодой, а голова есть. То есть, он не дергает меня, не рвет. Просто стоит, держит, да, все красиво. А есть у тебя балдуи, которые чуть чему-то научились? Нет. Все, всем мир, всем спор, берегите себя. И если хотите сотку пожать, ссылочки будут внизу. Если вы вдруг еще не жмете, по какой-то странной причине, сотку. Ну, практически детственники. То внизу ссылка. Было легко, было сложно, но, короче, набрал 50. Всем до скорой встречи, всем пока. А также, господа, посмотрите на этих двух прекрасных мужчин. Внизу под описанием будут ссылки на их соцсети. Обязательно подписывайтесь, следите. Лайкайте, комментируйте, донатьте. Мне. Зачем тебе? На новую машину. Какую ты хочешь? X5. Какой мотор? 40D. Кто-нибудь продает X5 40D с подсходной ценой? Если продаете в РФ, скиньте Владу варианты. КОНЕЦ